существенно похолодало минус видите ледок на речке а вот тоже замерзла сейчас мы поковыряем сейчас мы его поковыряем я поставил поролончик попробуем ветрозащиту как она работает такая самая примитивная ветрозащита от чего она защитит или нет да вот он ледок показывает минус 3 до ветер такой опа цель ходьбы не задано поступил вопрос такой чувствуется слезный мужчине 52 года говорит облизости нет никаких медикаментозных средств врачей геморрой после поднятия там переноски тяжести потаскал тяжесть ну что сказать об этой об этом заболевание есть такой дарит анекдот спрашивает что такое геморрой у армянского радио она отвечает у вас болели к намет зубы болели так вот эта попа полная больных зубов я как геморройщик со стажем знают они понаслышке и готов поделиться решением этой проблемы так все началось началось на двадцатом году вырезали аппендицит это было в ейске но я бы сказал что это не столько аппендицит что боли были большие что меня положили в больницу и когда аппендицит вызвали мне показали на самой этой кишочке было маленькое кровоизлияние и вот это давало такие боли я думаю что это могло пройти само собой но что случилось то случилось так вот значит была полостная операция по удалению аппендикса после нее через какое-то время пожалуйста а это время был спортруте занимался тяжелой атлетикой геморрой я к врачу тот сначала думал что я притворяюсь но потом все таки есть если морой нужно поделаешь если ладно то все как-то знаете так то под заживал то вял отек что обострялся и это длилось ну так с 20 лет примерно по 40 то есть лет 25 длилось и вот начнем разбираться на данный момент в организме произошли изменения что геморроя нет он исчез я бы не сказал что он навсегда исчез по крайней мере очень редко если что-то такое произойдет он так сказать даст о себе знать то есть когда делает какая-то операция что-то перерезается как бы думал отчетом так он мясо срослось да и все и все нормально а нет и это не только у меня в разговоре мой хороший знакомый сказал да у меня тоже самое операцию аппендицита после геморрой геморрой вообще-то варикозная разновидность варикозной болезни то есть в есть варикозное расширение вен на ногах это расширение варикозных вен в области ануса прямо кишечные вены все эти вены идут через печень вот и если печень собакера и если печень у нас не выполняет свои как положено фильтровальные функции крови и и не пропускает то у нас создается давление венозной системе ног прямо кишечных венах и это приводит к тому что потихонечку под нагрузкой находятся стенки вен и они начинают расширяться то есть образуется вот такие специфические утолщение узлы которые называются узлами но у меня как-то на ногах не было я не могу сказать что там как они побаливают эти узлы не побаливают но по крайней мере такой косметический крайне неприятный эффект крайне неприятный эффект кровь там значит заставится все это стенеет естественно потом что какие-то боли бывают а вот в районе прямой кишки эти прямо кишечные вены раздуваются и в виде шишек начинают выпадать просвет просвет кишечника каловые массы проходя по ним их травмируют и возникает крайне неприятные и долго не заживающие вот боли как-то выросла долго не заживающие долго длящиеся боли неприятные и жгучие ну короче очень-очень неприятно я помню сходил допустим вроде все успокоило сходил в туалет ага вот это вот вот это вот они могут и лопаться кровоточить естественно болят такой жгучий жгучая такая боль поперва потом она переходит в другую разновидность боли наконец таки это все успокаивается через несколько часов а ты опять идешь в туалет и все повторяется вновь вот поэтому я знаю эти все страдания не понаслышке так смотрите вот первое это у нас то есть сейчас начнем разбирать причины геморрога их вообще несколько наиболее главное варикозные болезни это печень перестала фильтровать как положено кровь то есть она не пропускает то количество крови которое должно проходить и значит в венозной системе возникает своеобразный такой застой и давление я уже сказал что это давление начинает дуть вены и появляется значит варикозная болезнь появляется геморрой то есть первое это привести печень в порядок то есть вот здесь вот чистка печени играет можно сказать такую хорошую целительную функцию то есть мы просто ничего не лечим мы нормализуем то есть варикозная возникает от того что ненормальное есть ненормальное состояние в кровеносной системе из-за того что печень не пропускает не фильтрует кровь и чистка печени кардинально решает эту проблему так было у меня все это длилось длилось только опачки я делаю первую, вторую, третью, четвертую чистку печени совсем совсем другой человек совсем другая кровеносная венозная система ну это просто чудо значит это один случай он вообще я считаю главный он возникает может возникать вот это вот загрязнение печени постепенно но но оно имеется и как бы сказать все таки организм приспособился и как то там кровь протекает вены еще стенки вен не расширились но они так сказать в таком состоянии готовы в любой момент расшириться но но этого пока не происходит нужна причина и смотрите причина у женщин возникает геморрой после родов то есть идет натуживание значит имеется какое-то напряжение венозной системе стеночки слабые но еще работает и тут родовой процесс натуживание заставляет это все испытывает напрочность и дается сбой у одних значит это после родов возникает варикозное расширение где-то которое может потом потихонечку проходить у других возникает геморрой который так же после родов потихонечку затихает или же начинает вяло идти то же самое которое у мужчин потаскал мешки потаскал мешки то есть было натуживание которое давануло на стенки и они значит вылезли в виде геморрозальных шишек в этих местах что такое геморрозальная шишка и что такое раздутая вена там уже кровь меняет свои характеристики она застаивается то есть возникает явление застоя раз возникло явление застоя вот и как-то этот застой надо пробить и вот тут смотрите такая интересная рекомендация от Николая Друзяка у него были вины расширены то есть весь он этот организм был приведен в такое уже разваленное состояние и он стал пить талую воду что делает талая вода вот здесь вот надо четко себе уяснить при этом запомнить что талая вода это вода только что растаявшая и для полной гарантии что это именно талая вода в ней должен плавать лед если этого нет это уже нет этой гарантии что это талая вода со своими уникальными действиями какие это уникальные действия в первую очередь это промывающие промывающие растворяющие талая вода салая вода все вы вот пошли в ботинках когда там снег тает весной и какие бы у вас не были ботинки хорошие новые так далее ноги так или иначе промокают то есть она умудряется пролазить вот поэтому он стал пить талую воду и те сгустки крови которые образовались свиносной системы то есть кровь сгустилась она не проходит что делается вот при варикозном расширении в этом узле варикозном кровь можно сказать даже сворачивается она делается густой ее надо разжижить поэтому применяют что применяют ряд различных таких разжижающих средств для того чтобы хоть как-то повлиять на улучшение этого кровотока как местно так и в общем то есть разжижение крови сейчас такая серьезная проблема которая занимается как медикаментозно так это можно все сделать и образом в жизни меньше продуктов которые вызывает вязка с кровью в первую очередь это мучное жирное сладкое сладкое оказывается сушит кровь вот и ну и белка то есть как-то надо это почему существует рекомендация умеренного питания казалось бы ну что там допоел да и пускал дело в том что поступает слишком много веществ в кровь которые меняют ее характеристики в первую очередь меняется ее текучесть поэтому если вы там кто-то что-то поделали а в питании ничего не изменили то у вас и толком ничего не будет то есть кровь должна быть текучей для этого должна быть как умеренность питания так и умеренность в употреблении перечисленных продуктов еще разок это смотрите будет даже тяжелым делает кровь это соль значит вязкой сушить сахар далее значит маслянистый такой плохо движущийся это жиры всевозможные в том числе и масляные если их так по стакану выпивать крахмалистая пища слишком много крахмала крахмалистая крупа идет там по крови делает ее вязкой в белки тоже ну и и можно сказать чрезмерное употребление молочной пищи там есть козеин который тоже норовит там склеить то есть все в меру так разобрались с этим делом так для себя подведем некоторые промежуточные итоги первое это очистить печень второе не делать вязкой кров третье еще можно укрепить стенки вен для этого надо использовать знаете пищу которая содержит вещества укрепляющие стенки вен в основном ссылаются на кремнии кремнии содержащие продукты делают стенки вен вообще наши ткани более эластичными кальций вот они сразу противовес выдвигают кальций это для костей но в то же время он делает чрезмерное поступление этого кальция в организм вызывает жесткость жесткость в организме поэтому тут должен быть баланс создаем этот баланс и стеночки значит укрепляются то есть так далее далее значит мы с вами поговорили о вязкости крови и о печени далее что может быть что может быть далее доброе здоровье так далее смотрите что применяется в лечении геморроя такие проверенные веками средства помимо значит растирок которые там разогревают и улучшают местное кровообращение но говорить это в основном где-то на на венах используется прямокишечные там вены туда не это не достанешь но тем не менее значит что что мы видим при геморрое что возникают шишки которые выпадают их там надо правлю вправлять они причиняют там боль и прочее прочее принимают применяют прогревание прогревание этой области то есть вот теперь мы подошли к совершенно к другой причине а именно смотрите что возникает в этой раз круто свернулась плохая циркуляция то есть это явление мы сейчас говорим только про геморрой явление застоя явление застоя это можно так сказать перевозбуждение жизненного принципа ветра который вызывает в организме сухость и холод сухость и холод а сухость и холод делает значит ткани такими черствыми и вызывает закупорки и чтоб этот сухость и холод вот эти сухость и холод теплое прогревание в парной применяю специальное прогревание сидя над ведерком то есть ведерки там лежит какие-то там вещества там они там такие создают паровой эффект плюс туда добавляется ну допустим травки или еще что-то который вызывает такой наш как бы сказать вот рассасывающий раз раз рыхляющий эффект ну то есть что-то душистое чтобы вот это душистое быстрее кровь которая свернулась геморрой дальней шишки сделала ее текучей как-то она могла уйти плюс та жесткость которая появилась в этой области исчезла бы и нормализовалась бы ну плюс еще стараются делать какие-то свечи которые обезболивают смотрите все они на жировой основе свечи применяют это неспроста что они делают первое ну а если обезболивающий компонентом они обезболивают это место в первую очередь надо страдальцу помочь обезболить 1 2 жировая основа смягчает это все то и чтобы смягчилась рассосалась и плюс некоторая душистость которая способствует еще большему рассасыванию видите что применяется прогревание местное разного рода полуванночки сидячие разного рода свечи для того чтобы это прошло и в данном случае если смотрите что получается как узнать о том что при возбужден да и можно делать еще масляной массаж пояснице просто-напросто втирать а как узнать о том что перевозбудился ветер ветра и в области таза возникла сухость сухость и холод это же сразу же отражается на работе что тут у нас два километра прошли это же сразу отражается на работе прямой кишки ту из там форму формируется каловые массы они должны иметь определенную так сказать форму и консистенцию так вот форму и консистенция сразу нарушается стул становится наподобие козьего катушками то есть это говорит что там возникла чрезмерная сухость это и холод и нас начинает вот эти все вещи делать поэтому чтобы убрать самостоятельно можно выстрелить величиной с мизинец из сливочного масла ну такую палочку будем говорить и эту палочку вечерком на ночь ставить себе ванну с прямую кишку она будет потихонечку таять смягчать и вот эту сухость и холост жесткость будет убирать ну вот показывает кольцо закрыто сухость и холод буду убирать и те будет силы которые ведут к застою жесткости и возникновению геморроя они будут уходить и кстати вот мужчина сообщил что ему 52 года 52 года вдобавок вдобавок сейчас у нас сезон холода и сухости то есть жесткий сезон возраст это потеря теплоты и влаги плюс внешняя как бы сказать природная природное воздействие тоже это сухость и потеря теплоты то есть накладывается и плюс еще физическая нагрузка то есть вот эти все можно сказать факторы сложились в кучу и вызвали обострение геморроя вот для того чтобы их устранить это баня парная процедура лучше всего все таки не столько в бане прогреться сколько ну в ванной нету в ванной посидеть там в корыте чтоб именно вода вода была теплая вода прогрела организм и ну и плюс значит вот эти вот просто на просто масляные свечи убрать сухость и холод далее в этом случае именно в этом случае когда перевозбужден жизненный принцип ветра надо использовать такие мягкие теплые продукты желательно жидкие какие это супы борщи вот пускай это вот такие тушеные овощи знаете такие рагу что там много было как бы жидкости и даже вот в этом случае вот в этом случае можно использовать и будет масляные продукты жировые продукты ну тоже с оглядкой и умеру посмотреть как на них по регулирует потому что именно жир он хорошо вытесняет сухость и холод но чтоб это не пришло в чрезмерность и не вызвало говорить вязкости в крови далее придем к следующим причинам насчет употребления соленых продуктов там соленых чрезмерно много специй оказывается практика показывает что после того как человек там камсички поел чего-то там соленой рыбы слишком много от корченого у него происходит обострение геморроя чем это связано оказывается в области прямой кишки происходит выделение и если чрезмерное количество вот таких вот выделения значит специфическое выделение то есть вот как бы соль выбрасывается выбрасывается что-то там такое жгучее то есть если это чрезмерное количество в организме имеется вот таких вот веществ которые с пищей поступает но в первую очередь это на соль реагирует сильно геморрой то ли получается обострение ну и плюс чрезмерно много соли делает кровь вязкой тяжелый да неспокойное осеннее море да а сколько там градусов тепла они показывают ну ладно вот с этим надо быть также поосторожнее с продуктами с горчицей с перцем солью соленой рыбы то есть с разными родом маринадами все это не просто так мы там съели там что-то она как-то там это прошло ничего подобного все это начинает воздействовать на наши кишочки на наш организм целом если еще человек молодой до силы все нормально а если уже пожилой значит возникает ненормальности вот это значит еще одна причина и в зависимости от этих причин видите соответствующие назначается рекомендация это важно понимать далее возьмем теперь следующее сидячая работа значит хотим мы там или не хотим вот я хожу вы видите меня меня идущего по парку посмотрите посмотрите вокруг кто-нибудь ходит такую погоду я вас спрашиваю а у машины стоят трактор рычит где-то собаки гавкают а людей нету нету все они погода изменилась погода не для гуляния значит мы сидим дома а надо давать нагрузочку на организм в виде ходьбы чтобы шла циркуляция которая как раз не позволяет или либо образовываться очагам застоя простая профилактика варикозного расширения это ну будет это ходьба от чего еще возникает варикозное расширение вен на ногах и прямо кишечник от сидячего образа жизни то есть мы сели передавили вены по которым идет отток когда мы с вами сидим на стульчике в машине там на работе кушаем и так далее и тому подобное у нас происходит пережатие это пережать и также потихонечку особенно у водителей дальнобойщиков когда они часами сидят за рулем в одном и том же положении возникает застой который потихонечку полигонечку ослабляет стенки вен и а допустим мужики любят покушать что-нибудь солененького рыбку там пивка попить или что-то такое то есть добавки еще не нормальную кровь делают и пошло-поехало то есть от сидячего образа жизни у нас возникает геморрой а какие тут тогда рекомендации а вот тут рекомендации очень простые это но в первую очередь более активный образ жизни ходьба ходим есть и вот такое вот упражнение которое у его называется мулабандха то есть мышцы ануса которые запирают прямую кишку их можно дополнительно вот так вот напрячь то есть как будто вам хочется в туалет а надо потерпеть вот иначе вы тут ну пусть сами поняли что может быть то есть вы зажимаете и подтягиваете зажали и подтягиваете то есть такая вот гимнастика мышц ануса и вообще-то не мышц ануса а всей этой области делать по 50 раз по 100 раз естественно не за один раз это все-таки трудновато но странировка все это можно делать способствует тому что в этой области улучшается циркуляция улучшилась циркуляция вот так вот он поделали крови есть отзывы которые очень положительно отзываются об этом упражнении говорит был геморрой стала делать мулубанку и забыла о нем то есть причина была значит в том что там был просто застой пока застой очень важно не усугублять застой который переходит но будет более серьезное то есть был геморрой вываливались шишки шишка лопнула каловые массы попали в ранку возникло заражение ранки нагноение и все это перешло свищ так называемый парапрактит крайне неприятная вещь с которой конечно тоже можно бороться успешно причем бороться вот и это область у вас начинает уже не просто болеть а серьезно болеть периодически воспаляется но и нарывы но это короче страшное дело но это тоже можно решать не путем ищи и иссечения как там в россии предлагают в некоторых случаях это помогает а в некоторых нет но есть средства пока вопросов не было я молчу не говорю хотя у меня практике есть и такое вот то есть более серьезные вещи значит о профилактике варикозного расширения геморроя которые возникают на основе малоподвижного образа жизни сидячего образа жизни особенно мы поговорили это ходьба то есть надо ходить хотим этого или нет это наше естественное состояние сиденье это наше неестественное состояние наше естественное состояние вот я веду тут не торопясь но и нет лишь кандыбая это естественное нормальное состояние вот вот такой и плюс специальное упражнение это мула банка сжали и подтянули жалипать то есть там работает весь весь таз и те застойные явления которые бывают прекрасно ликвидируются то есть хорошо прорабатывается и предстательная железа и половые органы как мужчин так и женщин рекомендую но это случай недостачи движения так наконец таки мы приходим к другим специфическим причинам появление геморроя оказывается некоторые листы такие как острицы что делают но я думаю каждый из нас этот феномен на себе испытал особенно в детстве острицы когда размножаются они спускаются прямую кишку и начинает ее там не просто откладывать яйца ну и начинает некоторых случаях буровить стенку дабы туда отложить яйца да и вообще там жить то есть стенку пробровились в кровь значит туда вот этот сосуд в этот влезли потихонечку этот клубок там начинает размножаться естественно возникает ненормальность в этой области застой и тоже вот этот шишки их значит разрезает вот гулять это потом черви сидят такие меленькие беленькие клубками хочу им хорошо в крови полно питательных веществ они все нормально чувствуют вот тут уже другие есть листва применяются для того чтобы этих листов изгнать не всегда естественно это происходит что ты острицы есть и геморрой возникает от этого практически у всех у нас были острицы но геморрой не у них не у всех возник именно на почве этого а он смотрите уточки плавает утя 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 вот стайку сбились вон они хорошо так значит против листов иные средства применяется это надо выяснить то есть вот сколько я вам привел причин возникновения геморроя и до каждую причину значит в данном случае листовон на этом средство применяется ну конечно туда трудновато дались но можно вот причину и на эту причину свое средство для ее решения подчеркну как правило где-то в 90 процентах случаев на лечение геморроя положительно сказывается это чистка печени вот в 90 процентов случаев далее идет значит это нормализация вязкости крови и нормализация двигательной активности которая нормализует циркуляцию крови и с геморроем можно распрощаться что я и сделал и вам рассказал об этом а вы уж там решайте сами далее идем к врачу да похолодало в парке никого нет все все работы закончились температура у нас тут где-то минус 3 ветерок такой свеженький и все гуляющие собаку водящие все разбежались ну ладно продолжим теперь продолжим лечение современными средствами что предлагает медицина она предлагает решение проблемы с геморроем за один раз мы вырежем эти шишки и все проблема решена и народ народ то есть что такое шишки которые мешают это следствие всего того что я вам рассказывал и это следствие устраняется о 1 пешеход это следствие устраняется но причина то остается и нету никакой гарантии что эти шишки причина которая осталась не выдает вновь то есть вы разницу улавливаете о чем я говорю и что допустим рекомендуют ну я так скажу компромисс можно значит сходить к врачу он удалил эти шишки но в то же время вы должны понимать какие причины привели к этому дабы их предупредить что все это не возникло вновь потому что все это вот такой подход без понимания причин и следствий ведет к тому что все это то есть там грубо говоря вот анус был еще там более менее целый были там как бы сказать ну все нормально еще было но шишка шишка она может сдуться и все все исчезнет как только делается операция это обрезание кто узнает как пойдет заживление восстановление восстановление не возникнут ли осложнений после самой операции вот как у меня после ряд других других причин какой у вас возраст восстановитесь вы или не восстановишь то есть вот когда что так такое это делается но более-менее серьезное вмешательство в организм то человек который там вам что-то рекомендует а давайте шишки допустим удалим он должен как того все карты раскрыть что да в некоторых случаях это будет отлично а у других случаях вот в редких случаях возникает осложнение возникает осложнение какие могут быть вот такие такие вот и вы уже тогда как-то ну что там пауза мы ходим ходим мы ходим считай тоже вот эти умные вещи они видите тут начинают командовать завершить тренировку не завершить вы слишком медленно идете или еще что-то этот остановились все это делаете это конец или или что надо им тыкать считая все вот чтоб все в карты были открыты и вы ясно понимали что вас ждет пример ронни кулуман 130 килограммовая мышечная машина завоевающая 8 раз титул мистер олимпия то есть это мускульмен лучший мускульмен восемь раз восемь лет подряд представляете махина вы как-нибудь посмотрите ронни кулумен вот после того как закончилась карьера естественно там бывают какие-то там осложнения боли там и что там такое которые так как он накачал такую массу изменил себя он мог это все сделать вот и мы порекомендовали там да и восстановить все тазобедренные суставы спину поясничные там позвонки но более-менее как-то мы порекомендовали операцию давай мы тебе один сустав заменим давай мы тебя другой сустав заменим потом вкрутим болты в этот позвоночник потом их вынем а они заросли уже тогда мы их вынем не через спину а вынем через живот то есть распонахали живот и стали к позвонку позвоночнику добираться через живот естественно такого могучего человека сделали вот что касается геморроя прыгало а а а а а Продолжение следует...